Друзья белорусы, обращаюсь к вам. Пост Андрея Бессмертного, моего друга и моего товарища, набрал очень много комментариев. Большинство из них от вас, от белорусов. И они достаточно гневные. Мол, какое право он умеет высказываться по своей позиции. А позиция была такова. Он не принимает того, что с территории Беларуси наносятся ракетные удары по Украине. И Беларусь является базой военной для федералов российских войск. Послушайте, белорусы, меня. Я вам все объясню. Я умею объяснять. У меня такой талант хороший. Например, у меня есть квартира. В мою квартиру постоянно приходит сосед. Алкаш, наркоман, преступник. Он в моей квартире находится. Потом, время от времени, он с моей квартиры нападает на соседей, грабит, насилует и убивает. Потом он возвращается ко мне. Там приводит себя в порядок, ходит в свою квартиру, берет оружие, готовится к новому преступлению. И опять приходит ко мне, отсиживается у меня. И через мою квартиру опять совершает какие-то мгадости по отношению к соседям. Я знаю, что он преступник и он негодяй. Я соучастник преступления или не соучастник преступления? Я соучастник преступления, правильно? По закону я соучастник. Вот и я не хочу никого расстраивать. Но вы тоже молчаливые соучастники всего этого преступления, которое происходит сегодня. Потому что из вашей квартиры воры, насильники и убийцы нападают на нас. С вашего молчаливого, друзья, согласия. Другое дело, я Андрею сказал, не слушай этих людей. Чего ты слушаешь их? Они обыватели. Это чисто родопсихология. Когда они говорят тебе, что ты имеешь право, что ты не имеешь. Они хотят быть соучастником истории, соучастниками событий. Они сами, большинство этих людей, сами на самом деле мечтают быть Андрюхотовой. Мечтают быть Янки, стрелять из пулемета по-русски, сжечь танки и БТР. Они так сами хотели жить. Но они остались в стороне в обочине истории. И большинство из этих людей, которые пишут в дневные комментарии, они не выходили на протесты в Минске. Они не били ОМОН, не жгли его. Они не знают, что такое пытки в минских СИЗО. Они ничего этого знают. Они остались в стороне от истории. Я много таких людей знаю, которые просрали свою жизнь. Я знаю людей, которые не дрались на Майдане с Аберкутами. Которые не поехали в 2014 году на фронт. Я много таких людей знаю. Они проявляют эту жизнь. И сейчас, друзья белорусы, шанс не проявлять эту жизнь есть у вас. Вы можете стать участниками истории. Вы можете совершить подвиг. Мужчина без подвига фуфло по жизни. Если вы совершите подвиг, то вы войдете в эту историю. Вы можете ее изменить. Эту историю, как меня, это сегодня белорусские партизаны. Мнение которых нам важно и мнение которых мы учитывали бы. Желаю, друзья белорусы, вам смелости и подвигов. Всех обнял. Желаю белорусы. Субтитры создавал DimaTorzok